МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика с главными событиями региона. Познакомлю вас с Ян Татьяной Трофимовой. Реконструкция ради безопасности. В Республике идет ремонт участков федеральной трассы М-7. Интерактивные уроки. В школе-поселке Опытный, что в Цивильском районе, открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Российский библиокараван. В Национальной библиотеке состоялась встреча с известной писательницей Татьяной Поляковой. Качество оказания коммерческих услуг на особым контроле. С какими проблемами сталкиваются абоненты операторов сотовой связи и клиенты частных медицинских клиник. Сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание Координационного совета по защите прав потребителей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Сейчас в Республике на большинство жителей приходится подвесим карты. Предложения в этой сфере рождают спрос. В регионе работают крупнейшие компании мобильной связи. Но вне зоны доступа часто остаются жители новых микрорайонов. Вся проблема в дефиците свободных участков. Мы выделяем три больших проблемные зоны. Это Новый город, это Новый микрорайон за лентой. И Садовый, раньше было сейчас Садово, уже все нормально, более-менее, и район Радужный. Это один из вариантов, который мы предлагали, не раз обсуждали. Это так называемая опора двойного назначения, когда у нас совмещается либо опора освещения. В микрорайоне Новый город согласие выдали. МТС оформляет должный земельный участок. Компания исключает, подала заявление Минюсту после того, как будет оформлен земельный участок. Сложно дозвониться и уж тем более выйти в интернет в пути. Мобильными сетями покрыты далеко не все участки трасс. В ближайшее время качество связи должно улучшиться и за пределами городов. Что касается непосредственно сельской местности, то здесь мы рассматриваем сложности, во-первых, всего зависит от сложного рельефа местности и малой плотности населения, где, в принципе, нашим операторам не совсем выгодно все это делать. Это мы тоже видим и тоже эти вопросы пытаемся совместно разрешать. Здесь места в лесу, допустим, 10 километров леса, ММС. И вот мы деньги есть, целый год искали, где бы там встать, потому что там нет электричества, собственно, и нет никого. Мы сейчас нашли вроде бы участок, но тоже такой процесс годами, скажем так. То есть пока нашли участок, пока мы его сейчас там как-то межуем, пытаемся нашли электричество. Ну, кстати, вот моменты возникают. Решить проблемы Михаил Игнатьев поручил в сжатые сроки. Еще одна важная задача – развивать оптоволоконную связь, отметил глава региона. Буквально в прошлом году, ну, до этого тоже работы были начали, проложили 370 километров волоконно-оптических линий связи. В рамках реализации проекта устранения цифрового неравенца. В этом году эти работы тоже продолжаются. Вы знаете, что с 15 апреля 2019 года республика перешла на цифровое телевидение. Это тоже, как бы сказать, благо для наших жителей, для нашего населения. Качество оказания платных медицинских услуг – еще одна тема Координационного совета. Эта сфера часто страдает от действий мошенников. Недавно в столице региона были задержаны члены ОПГ, которые под видом договоров заключали с клиентами документы на выдачу кредитов на лечение. Там 300-400 тысяч рублей. Сейчас Министерство национальный дел занимается там, и тут следственные действия, по-моему, выходят они на суд. Рынок медицинских услуг должен быть защищен от нечистых на руку бизнесменов, отметил глава региона. Кто-то, значит, некачественные лекарственные препараты продает. Поэтому здесь, с должностным лицем сферы медицины, нужно всегда принимать меры с чистой совестью, с доброй душой и добрым сердцем. Под тотальным контролем в республике находится и сфера образовательных услуг. Объем платных образовательных услуг составил по итогам прошлого года 510 миллионов рублей. По детским садам 112 миллионов рублей, школы 220 миллионов рублей, техникум и колледжи 178 миллионов рублей. Как альтернативу муниципальным государственным организациям функционирует пять негосударственных детских садов, в которых на сегодняшний день воспитывается 366 воспитанников. В техникумах и колледжи оказывают платные образовательные услуги по освоению дополнительных компетенций, по программам среднего профессионального образования, программам переподготовки и повышения квалификации. Популярными на сегодняшний день являются специальности это пожарная безопасность, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, фармацея, информационные системы и программирование, поварское и комитетическое дело. Жалоб на предоставляемые услуги за последние годы не поступало. Но на первый план выходит не только качество образовательных программ, но и стоимость. Ценовая политика не должна бить по кошельку. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Сегодня глава Чувашии принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета, которое прошло в режиме видеоконференц-связи под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Синтетические наркотики – это бич последних лет. Пагубно воздействуя на организм человека, они провоцируют криминальное поведение. За текущий период 2019 года сотрудники МВД Почувашии из незаконного оборота изъяли более 20 килограмм сильнодействующих веществ. Об увеличении доли синтетики свидетельствует не только правоохранительная, но и медицинская статистика. На заседании отметили, что Минздрав России готов изменить порядок диспансерного наблюдения за больными наркоманией, а также их учет. Более детально этот вопрос будут прорабатывать на межведомственной рабочей группе Государственного антинаркотического комитета. В ходе заседания также рассмотрели меры по предотвращению распространения допинга в спортивной среде. Министр внутренних дел России отметил, что в настоящее время система допинг-контроля в значительной степени позволяет ограничить масштабы использования спортсменами запрещенных веществ и методов. Тем не менее, необходимы дальнейшие шаги для того, чтобы минимизировать возможные риски. Нехватка воды при стремительно растущем количестве домов с такой проблемой столкнулась деревня Чандрово, которая вошла в черту Чебоксар. И в последние годы переживает строительный бум. Изменить ситуацию должен водопровод. Его строительство началось в рамках федерального проекта «Чистая вода». Чандрово деревня в Чебоксарском городском округе. Место привлекательное. До центра столицы на машине отсюда максимум полчаса. Так что за последние годы количество домов тут выросло. И две существующие скважины больше не справляются. У нас деревья-то не по ровной поверхности проходит, и по наклонной. Куда-то, когда все начинают использовать, все идет в одном направлении. А до нашей улицы ее практически не бывает и крайне сложно. По выходным все дома, стирки, варка, уборка, а воды нет. Приходится иногда идти к соседям, у кого есть колодцы. Проблемы нехватки питьевой воды решит водопровод. Строительство уже началось. Схема такая. Сначала увеличивают проходную способность труб, которые идут от повысительной насосной станции водоканала в северо-западном районе Чебоксар, чтобы через них мог проходить больший объем воды с расчетом на новых абонентов. На данный момент у нас выполняются работы на одном из самых их сложных участков. На сегодняшний день у нас уложено порядка 250 метров стальной трубы диаметром 630. Трубы увеличенного диаметра проложат до распределительной камеры. Это порядка 400 метров. Параллельно с этим процессом начинается прокладка самого водопровода в Чандрово. Он пойдет вдоль трассы М7. Закончить работу должны к началу следующего лета. В общей сложности по программе «Чистая вода» нацпроекты экологии на строительство и ремонт систем водоснабжения в республике до 2024 года потратят 2 миллиарда 200 миллионов рублей. На эти средства предусматривается строительство около 317 километров водопроводных сетей и более 20 объектов. Среди острых проблем, которые должны решиться благодаря программе, к примеру, неудовлетворительное качество воды в селе Борецкое. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика. Сгорели заживо. Четыре человека погибли минувшей ночью при пожаре в Чубаксарах. Трагедия произошла в одном из деревянных построек Садового товарищества «Дружба» в Московском районе. Огненная стихия унесла жизни трех мужчин и одной женщины. Следователи устанавливают их личности, выясняют причины возникновения пожара. По предварительным данным, они вели бродяжнический образ жизни. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чубашской Республике организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время по установлению обстоятельств указанного происшествия работают следователи и криминалисты Следственного управления. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские и генетические. Проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Чувашии отремонтируют почти 60 километров федеральной трассы М7. Реконструкция дороги уже началась и ведется сразу на нескольких участках в разных районах республики. Правда, мешают погодные условия, но работа планируют выполнить в срок. Этот участок дороги находится на западном подъезде к Чебоксарам. Интенсивность движения здесь большая, отмечают дорожники. Дорога давно требует реконструкции. Работы здесь ведутся на 6 километрах трассы от Харкасов до деревни Яуши. Проектом предусмотрено устройство четырехполосной автомобильной дороги по две полосы в каждом направлении и устройство разделительного ограждения и разделительные полосы. Дальше, значит, проектом предусмотрено устройство трех развязок. Одна из развязок у нас будет двухуровневая на пересечении с Ядренским шоссе и две одноуровневые грушевидные развязки. Это для доступа в населенные пункты Яуши, значит, Крикокосы и поселок Вознесенская. После завершения всех работ трасса будет безопасна как для водителей, так и для пешеходов. Появится два наземных перехода, светодиодное освещение. Пропускная способность составит примерно 120 километров в час. До конца 2019 года на этом участке будут проводиться в основном подготовительные работы. Этот участок трассы М-7 находится в Козловском районе. Здесь планируют отремонтировать 7 километров трассы. Дорога станет четырехполосной шириной 16 метров. Также на этом участке трассы установят наружное освещение. Появится разделительное ограждение для безопасности пешеходов, два светофора. На сегодняшний день выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия на протяженности 4 километра 800 метров. Также продолжается работа по укладке нижнего слоя покрытия и по восстановлению конструкции дорожной одежды. И по уширению дорожной одежды средний объем где-то километр 200. Работы, значит, ведутся по графику, завершены будут в соответствии с контрактом. Установлен контракт на сроке. Всего до конца года в республике должны отремонтировать 26 километров федеральной трассы. На 33 километрах обновят верхний слой асфальта. На реконструкцию трассы М7 из федерального бюджета выделено 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Все работы планируют завершить к 2023 году. Новые возможности. Сегодня в средней школе поселка Опытный в Цивильском районе открылся центр образования. Точка роста – это зоны с полным набором цифрового оборудования для развития технических и гуманитарных навыков у школьников. Как выглядят образовательные процессы, чему будут учить детей, знает Рифат Фаткулин. Ржавые токарные станки сдали в металл. Их место заняли не только новые электроинструменты, но и 3D-принтер, квадрокоптер, мощные компьютеры. За лето школа из простой превратилась в цифровую. Оба же информатика и технология. Именно эти предметы будут углубленно изучать в точках роста. К тому же в классах появятся кружки шахмат и робототехники. И все это вкупе с постоянным творческим общением. Увлекаясь робототехника где-то год. Появилась она у нас где-то с пятого класса. Ну, в будущем, может быть, стану инженером. Раньше на втором этаже, там 40-й кабинет есть, там занимались. Новый стал красивее, удобнее. Очень рад. Будущие изобретатели, новаторы и лидеры исследуют и создают, конструируют и творят. Еще в двух школах такие же центры у нас заработают. Это в Первомайской школе и в Канарской школе. До 2021 года такие центры появятся и в других сельских школах. Открытие данных центров направлено, прежде всего, на повышение подготовки, повышение качества подготовки наших школьников, уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами. Точки роста создаются в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В этом году в Чувашской республике открываются 40 точек роста. Вообще в Чувашской республике в 2025 году должны возникнуть в сельской местности 240 таких точек роста. Практически все школьники Чувашской республики будут охвачены центрами гуманитарного и цифровых профилей. Это позволит уже на ранних стадиях обучения в школе погружаться и проводить погружение в мир будущих профессий. То есть это, по сути дела, ранняя профориенционная работа наших школьников. В среднем одна такая точка роста обходится в 1 миллион 600 тысяч рублей. Новые образовательные возможности того стоят. Ифат Фатколин, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика. Новые требования антитеррористической безопасности будут предъявлены к образовательным учреждениям. Они уже закреплены законодательно. Что уже сделано в этом плане в школах столицы, что еще предстоит, проверяет сейчас специальная комиссия. Несколько дней в образовательных учреждениях работают антитеррористические комиссии, в состав которых вошли представители Росгвардии, ФСБ и МЧС. Требования к безопасности, конечно, не очень простые. Но по положению, по новому регламенту, образовательным организациям дано 2 года для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Турникетами, камерами видеонаблюдения уже никого не удивишь. Среди нововведений – ужесточение существующей системы пропуска на территорию школы. На территорию образовательного учреждения могут попасть только законные представители учащихся, сами учащиеся, работники учреждения. Законные представители могут попасть в учреждение, оформив пропуск, предоставив документы, удостоверяющие личность. Также будет ограничен допуск людей на территории самого учреждения. О своей безопасности думают и сами школьники. Мне бы хотелось, чтобы было побольше камер по периметру школы и в самой школе, а также вести пару охранников по периметру школы. По итогам проведения проверок в 30-дневный срок для каждого учебного заведения будет составлен индивидуальный план мероприятий, чтобы уровень антитеррористической защищенности стал выше. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Республика. 90 книг тиражом более чем в 35 миллионов экземпляров. Королева авантюрного жанра в Чубаксарах. В Национальной библиотеке в рамках Всероссийского библиокаравана с поклонниками своего творчества встретилась популярная писательница Татьяна Полякова. Захватывающий сюжет и непредсказуемая развязка. Обаятельные герои и невероятные приключения. Легкий стиль и яркие диалоги. Так отзываются читатели о творчестве Татьяны Поляковой. Встреча прошла в очень теплой обстановке. Камерно. Говорили на самые сокровенные женские темы. Я поняла, из чего складывается счастье. Счастье – это когда тебе с тем, кого любишь, даже говорить не обязательно. Тонкая штучка «Черта с два» сериала как бы не так. Строптивая мишень, тень, стрекозы. Выйти замуж любой ценой. Мавр сделал свое дело. Барышня и хулиган. По произведениям писателя сняты многие известные фильмы. Из-под пера Татьяны Викторовны Поляковой вышло около 90 книг. Общим тиражом более 35 миллионов экземпляров. Впрочем, как говорит сам автор, все складывалось не так уж безоблачно. Это плод большого труда. Ты сто раз переписываешь. И потом выходит книжка, и ты понимаешь, что ты молодец. Несколько раз я в своей жизни говорила, как и Александр Сергеевич Пушкин, вот ту самую незадвенную фразу, хвалила себя, потому что, правда, молодец. Людмила Сарабанская приехала на встречу с любимым автором издалека. По ее словам, встреча с писателем – это всегда интересно. Действительно, женщина мягкая женщина, такая как бы добрая, на взгляд, можно сказать, на первый. Но, судя по книгам, действительно, у нее есть какой-то вот этот вот стержень жесткий, который не позволяет разбрасываться талантом. Говорят иногда, что детективы – это как чтиво, но в данном случае я считаю, что это неправильно. Это, наоборот, очень нужная, очень такая как бы разносторонняя литература, и люди должны ее читать. По отзывам читателей, книги Татьяны Поляковой – это кладезь тонкого юмора, женского обаяния, вписанная в детективный жанр. Такие встречи – это хороший стимул для писателя творить дальше. Для читателя – искать в библиотеках новое произведение полюбившихся авторов. Наталья Мальчикова, Юлия Адюкова, Андрей Спиридонов. Республика. Это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении «Чуваши». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!